Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Есть вопросы». Ну и сегодня мы поговорим о том, что есть. Поговорим о еде и поговорим, возможно, о генетически модифицированных ингредиентах или организмах. Вот сейчас гости наши подскажут, что это такое, вообще можно ли питаться этим в принципе. Пригласили мы поэтому в студию людей, которые о еде, наверное, знают больше всех на свете, даже больше тех, кто ест много. Это Слизневая Екатерина Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и генетики Самарского государственного университета. Вы, как я понимаю, генетик, да? Да, генетик. Это Михаил Моисеевич Гинсбург, диетолог, доктор медицинских наук, директор научно-исследовательского института диетологии и диеттерапии. Но человек абсолютно знаменитый, знаменитый на самом деле диетолог и самый строгий человек сегодня у нас в студии. Это Курлина Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела надзора по гигиене и питанию, управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, знаете, вот у меня первый вопрос к уважаемому генетику Екатерине Сергеевне. Что вообще такое вот эти самые генетически модифицированные ингредиенты, организм или как это, или что это вообще? Ну, это чисто инженерная конструкция, когда человек для каких-то собственных задач в организм вставляет чужеродный ген, например, чтобы защитить его. Ну, борщ тоже инженерная конструкция. Борщ? Нет, это не инженерная конструкция. А какая? Потому что вот все боятся геномодифицированных продуктов, но если их делают профессионально, никто же не боится ездить на машине. То есть можно? Есть можно. Нет, зависит от цели, что есть. Потому что геномодифицированные картофели сделаны как? Чтобы тот ген, который нужен, чтобы он работал, он работал только в той ткани, которая активно фотосинтезирует, то есть в зеленых листьях. Но в картошке этот ген не работает. Но в ней нет зеленых листьев. Значит, если мы съедим и не фотосинтезируем, для нас это абсолютно бесполезно. А у нас есть хорошая есть, например, сахарная свекла у нас геномодифицированная, шикарная. Потому что мы же оттуда берем сахар, а сахар – это чисто химический продукт, то есть сахароза. Поэтому это абсолютно без зеленой вещи. Ну, то есть вы, собственно, не против этого дела, как генетика? А, собственно, мы же генетика позвали, это же ваш хлеб. Понимаете, какая все, это ведь очень такая скользкая тема, потому что чего модифицировать? Когда мы говорим о растениях, то это, в общем, ничего. Когда мы о вирусах, то это уже становится опасно. Ну, мы только о том, что есть. Ага. Ну, тогда, в принципе. Питайтесь. Ну, куда деваться. Как-то Михаил Моисевич как-то болезненно, не болезненно реагирует. Нет, просто пока генномодифицированных, как вам сказать, животных получить стабильных не удалось. Ну, вы про овечку доли, что ли? Ну, доли – это же клон. В смысле, это клеточная конструкция, это не генная конструкция. Ну, у вас сложная, как у вас профессия. Понимаете, потому что генная конструкция, когда ты берешь и в геном вставляешь ген. А клеточная конструкция, когда ты берешь и с клетки, и что ты делаешь? Это совершенно по-разному. Татьяна Александровна, к вам вопрос. Вы вообще разрешаете распространить генетически-модифицированные ингредиенты в наших торговых сетях? Да, это не запрещено. Не запрещено. Да, производители пищевой промышленности разрешено использовать генетически-модифицированные источники, продовольственное сырье, которое получено с использованием генетически-модифицированных источников. При единственном условии, что если данного сырья в продукте находится более чем 0,9%, производитель должен выносить информацию на этикетку в состав продукта, что в данный продукт входит, допустим, соя генетически-модифицированная или кукуруза генетически-модифицированная. А у нас сейчас другая-то есть вообще соя-то генетически-модифицированная? Конечно, есть. Ну, то есть вообще на самом деле это миф всё, да, про то, что это страшно, опасно, вредно. Ну, знаете, во всяком случае, пока достоверных запретов, кроме вот страха у людей, ничего нет. Потому что все исследования, которые были проведены честно и до конца, показали, что в общем, животным-то всё равно. Особенно короткоживущим. Короткоживущим вообще всё равно. Нет, ну почему? Крысы, мыши, им вообще вот. Это то, что крысы, мыши, всё равно я совершенно убеждён. Хотя я не думаю, что Иван Петрович Павлов был окончательно прав, что у них нет интеллекта. Так, может быть, что-то соображает. Но, по-моему, правда всё равно. Михаил Моисеевич, скажите, вообще-то, к вам как к диетологу, как к доктору вопрос. Важно знать, что ешь? Да, важно. Важно знать. И почему? Ну, то, что ты ешь, ты каким-то вот таким вот образом сопровождаешь. То есть, если человек живёт с ощущением, что он ест, ну, в кавычки возьмём, некую правильную пищу, он как-то лучше себя чувствует. Если человек живёт с идеей «а», мне всё равно, что есть, «а», и вот дальше вот эти вот «а», «а» наслаиваются, «а», всё равно, сколько проживу, «а», всё равно, всё равно, всё равно, и ему вообще всё равно. И вот для врача… Как короткоживущие мышки? Получается, что да, он приходит в разряд короткоживущих грызунов, потому что уже до него там не достучаться. Единственный мотив, за который врач может зацепиться, «Дружище, лечись, тебе будет лучше». А здесь этот мотив исчезает. И вот таких людей, к сожалению, очень много. Что касается генномодифицированных продуктов, я здесь соглашусь, что не было, ну, вот я не смог найти ни одного убедительного факта, полученного вот в среде доказательной науки, где было бы показано, что генномодифицированный продукт или продукт, содержащий генетически модифицированные компоненты, как-то вредят здоровью. Хотя, вот здесь очень интересно, здесь столкнулись интересы производителей растений с генными модификациями и производителей того сырья, куда эти растения можно засунуть. В частности, столкнулись интересы животноводов и производителей сои, потому что соей можно как бы увеличить и обогатить, так скажем, добавить в мясо, добавить в молочные продукты, в молоко. И получалось, что того сырья надо как бы меньше. То есть вместо мяса, да? Да. Частично заменить, частично обогатить. И вот на моих глазах я этой темой давно интересуюсь. Это, наверное, годы с 90-го, 1-го, 2-го, когда вот только-только соя пошла в Россию. Вот соевый изолят, изоляты соевых белков. Вот пошла война интересов. Продавцы сои, производители сои стали доказывать, что соя – это очень хорошо. Причем перегибали палку, что питание сои уменьшает уровень холестерина в крови, что питание соей там продлевает жизнь. Вот про все возрастные болезни сои – это отлично. Мясники из своих окопов давай полить вот по этому факту, что агенно-модифицированная соя, а мы не знаем, они известны, мы не крысы короткоживущие, кто там знает. То есть ничего доказать невозможно, но на уровне какой-то этой эмоции, психологии – ой, не надо, не надо, что-то вот такое. Тебе давай стрелять, как мне кажется, вот туда бешеные коровы, губчатый энцефалит. Война на наших глазах идет на поражение. Мне отказывалось сказать, что там еще есть участник этой схватки – это производители минеральных удобрений. Может быть, я ошибаюсь. Но они никакого отношения не имеют. Почему? Американцы сделали очень интересную продукцию, например, морковь, которая росла только на определенном количестве минеральных удобрений, производимых этим продуктом. То есть они ее увеличили скорость роста в расчете на вносимый определенный комплекс минеральных удобрений. Поэтому фермеры, которые у них брали семена, они, конечно же, горе не знали, в каком плане. Эту морковь, у нее не было вирусной вертячки, у нее не было гнили. Но будьте добры, покупайте все минеральные удобрения у нас. И никакого навоза, пожалуйста, вот только так. Так что это... Да-да-да, там эта история интересная. Потому что на самом деле некоторые виды, как я понимаю, какой-нибудь склещённость акулы и помидоров вообще там может жить без минеральных удобрений. А это многомиллиардный бизнес на самом деле. И вот этот бизнес, ну, мне так всегда казалось, он атакует генезиков. Но я ещё и животноводок, кстати, не задумывался об этом никогда. Наверное, тоже. Если человек знает в конечном счёте, что он ест, он сам делает вывод. Наша задача – дать человеку информацию. А так, в принципе, вот сейчас надо говорить о том, что на Земле живёт 6 миллиардов человек, из них только 1 миллиард ест досад. Это вот так называемый «золотой миллиард». То есть 5 миллиардов недоедают. Им-то уж точно всё равно. Ген, манифицированная соя, не ген, манифицированная. Лишь бы была, да, как у Жванецкого. Ладно, лишь бы была. Вот так это вот. То есть, наверное, всё-таки мы уже переходим в разряд переевших. То есть нам уже в деталях нет. Нет, нам не надо. Это вы, диетологи, боретесь с переевшими. Да. При помощи голода. Рано или поздно эта проблема накроет весь «золотой миллиард». Нельзя уйти от одной проблемы и тут же не попасть на другую. Да-да-да. Грех чревогодия, конечно. А вот вопрос, Татьяна Александровна. Какие сейчас существуют требования к качеству продуктов питания, которыми торгуют сети, магазины? Ну, все требования, которые обязательны для исполнения производителями, продавцами, они прописаны в технических регламентах на пищевую продукцию. А требования, которые прописаны в ГОСТах, они на сегодняшний день не обязательны. А ГОСТы вообще же, по-моему, не живут? Нет, почему? Они существуют. То есть у нас есть продукция ГОСТ, он как нормативно-техническая документация, в соответствии с которой вырабатывается продукция. То есть там прописано, какое сырье используется, сколько и так далее. То есть производитель имеет право выпускать продукцию по ГОСТу, имеет право разрабатывать свои технические инструкции, но на основе существующих ГОСТов. Вот вы мне посоветуйте, что лучше есть? То, что выработано по тех условиям, или то, что выработано по ГОСТу? Вы, кстати, как вы выбираете в магазине? Ну, я выбираю продукты по принципу... Или вы просто знаете те магазины, где они хотя бы не просроченные? Ну, просроченные продукты, конечно, я не покупаю. Я, в общем-то, смотрю на упаковку, на этикетку и срок годности. Это уж самое первое, на что нужно посмотреть. А так выбираю, конечно, по составу. Поэтому чем более натуральный продукт, тот я и беру. То есть все-таки кинетическим диффективным ингредиентом обходите страны? Нет, не с целью генетически модифицировать, а допустим... Нет, более натуральный. Он же не натуральный, он же инженерный, как нам подсказывают в генетике. Ну, почему? Она же совсем другая. Соя, она тоже всё равно остаётся натуральной, несмотря на то, что в её генотип введён ген какой-то. И вообще она вкусная, если её не есть в виде мяса. Она всё равно натуральная. Не есть в виде мяса – это как? Ну, потому что, знаете, если просто сотворить сою, заправить её кетчупом – ну, замечательная вещь. Ну, только не надо думать, что это мясо. Я думаю, Михаил Мусеевич нас сейчас за кетчуп просто казнит здесь. Кетчуп, 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 кетчуп. Можно свежие помидоры, помидоры. В принципе, я вот так понимаю, генная инженерия. В общем-то, это, наверное… Вот у нас была селекция, выводят сорта, виды. А это та же селекция на уровне гена. Только это быстрее сделали. Да. Но, вы знаете, вот не всегда удаётся. Потому что с помидорами как раз мы пролетели. Чего с ним случилось? А потому что через на четвёртое поколение вот этих гибридов геномодифицированных растение выбрасывает гены чужеродные. Вот если когда идёт от семечка, выбрасывает, и всё. Мы пока не знаем, почему. То есть, поверьте мне, генетики из себя выходят. Особенно, когда крупные везут в конструкцию, что воткнуть требуется в такой носитель плазмиды, типа вируса. Мы загоняем его туда. Так выплёвывает клетка, и всё тут. И мы не знаем, почему. Но после вырастения этого лучше не становится. Вот обратили внимание, у нас огромное количество сейчас пошло помидоров, у которых изменился внутренний состав. И этот результат переопыления, она крупная, а внутри она белёсая. Потому что мы столько напортачили со всем, тем, что… Так это в связи с чем? В связи с селекцией, что ли? Это неудачные селекционные структуры, которые опылились нашими мечами сортами. У нас без мозга решили их увеличить. Ну и так далее. То есть, вообще, понимаете, ген-инженери вообще к этому не имеют никакого отношения. Это результат самодеятельного… Деятельности мечуницы. Другая задача просто. Надо же помидор не только вырастить, но и его доставить. А доставить приходится и с Турции. Это очень далеко. И он должен вот несколько недель быть вот таким плотным. Выглядеть прилично. Понятно, значит, сейчас вкусовых качеств. Ну вот у меня вопрос, кстати. Вот опять же, давайте так вот про бытовые мифы поговорим. Голова наполнена обывателем бытовыми мифами. Моя в том числе. Вот говорят, если яблоко откусило, и оно там не почернело за какое-то время, значит, оно генетически модифицированное. Нет. Нет? Ну вообще, яблоки, какой смысл им не модифицировать? У нас селекционно очень мощные сорта. Так нет, может быть, не здесь и модифицируют где-нибудь. Нет, если у вас яблоко не почернело, скорее всего, вы недоудобрели с сульфатами этого яблони, она голодает, скорее всего. Но оно всё равно потемнеет. С годами. Нет, оно с определенного… Нет, у каждого сорта, в зависимости от количества, соответственно, железа содержащего сорта, яблок, соответственно, либо медленный, соответственно, быстрее, либо это самое. Ну, от количества сахаров. Но это… У нас нет генетически модифицированных яблок. Нигде. А что у нас есть тогда генетически модифицированное? В магазине? Что же можно купить? Я же даже попробую, скачу. Ну, правда. Помидоры есть, огурцы есть. Пишут, кстати. Татьяна Александровна, пишут на них? Я не встречала. На огурцы. Должны писать, если… Вот это сигнал, между прочим. Там я говорю. Генетик, он же на глаз видит. Есть генетический суть? Вы генетики признаёте вот так вот, если зайти в магазин? Или они вообще ничем не отличаются? Ничем. Ничем. Внешне ничем. Более того, эти огурцы модифицированы только исключительно на устойчивость, чтобы туда ввели ген, чтобы огурец не стал горьким. Без количества воды, чтобы там не вырабатывалась вот эта вот кислота. И всё. То есть вот это вот горькие все, и весь набор вообще вот этих горечей, это убрали просто. И всё. А так огурец остался огурцом. Знаете, может быть, если позвольте… Ну, конечно. К истокам. Вот ген – это несколько таких вот биологических молекул, сцепленных в определённой последовательности. Несколько нуклеотидов, так называемых. И крахмал – тоже несколько молекул, сцепленных в цепочку. Клюкоза – цепочка, крахмал. И белок – тоже несколько молекул, аминокислот, сцепленных в цепочку. Всё это поступает к нам в желудочно-кишечный тракт, и там распадается вот на эти обезличенные элементы. И всё это к нам всасывается, и внутри уже или расходуется, или строятся наши аналогичные цепочки, но уже наши. Вот. И с этой точки зрения любой генетический материал, который поступает к нам в желудочно-кишечный тракт, обезличивается. Это первое. То есть распадается… Ну, понятно. Да, вот на составной цепочке. Вот первое. Второе. В природе есть некий пул генов. Ну, например, вот у человека и у берёзы где-то 50%, ну, могу ошибаться, 50% общих генов. Что-то я чувствовал это за собой. У меня нет. У нас с вами… У человека и вот этой мужской дрозофилы, ну, тоже масса общих генов. То есть, наверное, у дрозофила нет ни одного гена, которого не было бы у человека. У человека появляются какие-то дополнительные. То есть, природа постоянно рекомбинирует из генетического материала, который возник когда-то. А мы всё это потребляем в пищу. То есть, если мы в сои едим какой-то ген, которого там не было природно, ну, мы этот ген откуда-то могли захватить, где он был природным. Ну, природным-то он всегда должен где-то бы был. Где-то бы, да. Но откуда бы его взять? То есть, всегда это вот речь идёт при ген-инженерии именно о природных генах, которые просто в данном виде, ну, видоспецифично не встречались. То есть, как бы, продуцируются новые виды быстрее, чем это делает природа, ну, тысячи и десятки тысяч раз быстрее. Вот. И с точки зрения, ну, вот обмена веществ, диетологии, вот в этих генно-модифицированных продуктах действительно нет проблемы. Мы постоянно потребляем какой-то генетический материал, и ничего с нами при этом не происходит. Наверное, всё-таки эта проблема уходит вот в какую-то такую, ну, если можно сказать, вот социальную психологию. То есть, коллективное наше сознание, или, вернее, коллективное подсознание, живёт в постоянной какой-то тревоге. Озоновые дыры, вирус 2000. Потепление глобойное. Глобальное потепление, наоборот, глобальное похолодание, да. Или что-то, пришельцы прилетят, или, там, земля в чё-нибудь. Вот постоянно мы живём вот в такой вот тревоге. Ну, это отсутствие качественного религиозного сознания. Сказали, будет второе пришествие, вот жди второго пришествия. Тоже, наверное, скучно ждать, хочется чем-то себя занять, повеселить. И возникает масса других проблем. Но ведь существует ещё и такой уж на всякий случай миф. Насколько я понимаю, чудная наука генетика активно работает в Соединённых Штатах Америки. И там вообще с генетическими модифицированными ингредиентами особых проблем нет. Там нет этого, пожалуйста, никаких запретов нет, как в части европейских стран. И понятный совершенно разговор о том, что мы же видим по телевизору американцев, они чаще толще меня. И вроде бы это и наговорят. Это же едят потому, что они генетически модифицированные ингредиенты. Нет, это абсолютно другая вещь. Это я по себе могу сказать. Америка просто… Мы с вами можем поделиться. Несколько неудачных тенденций сошлось. Просто генез ожирения в Америке целиком исходит из особенностей современного образа жизни человека. Первое. Всегда было вкуснее, когда пожирнее и послаще. Ну и так вот. И вот сочетание жир, сахар, соль создает эффект лакомства, эффект привлекательной пищи. Вот. Это первый момент. Второй момент. Человечество, вот где-то американцы в районе 60-х годов из разряда массово недоедающих перешли в массово переедающих. И третий фактор – это… Разглавили золотые миллиарды. Как бы да. Про существо. Да, да, да. И вот здесь еще подоспела пищевая промышленность. Потому что вдруг выяснилось, что кормить надо сытых. А это совсем другое дело, чем кормить голодных. Да, пища должна быть идеально привлекательная. А человек делает выбор пищи на основании пищевого инстинкта. Как любой инстинкт – это подсознательный конструкт, который сознательно управляется, ну знаете, вот в части, где взять. Не в части надо, не надо, а вот где взять. То есть сознание обслуживает подсознательную потребность. Это появляется подсознательная потребность пожирнее, послаще, повкуснее, побольше. Вот тут же вот это сознание начинает это как-то вот реализовать. Где, как, подешевле. И вот все сошлось. Пищевая промышленность – ты ешь, ешь. Вот это вот самое подсознание – давай, давай. И пошло. Плюс третий фактор, момент – это исчезла потребность вот в мотивированной подвижности. То есть если раньше человек с целью достать пищу, ну, обосредованно, совершал очень много движений… Ну, условно говоря, охотился, да? Ну, группу. Ну, это уже совсем впрямую. Работал. Работал, был в каком-то напряжении, так вот в тонусе. То есть сейчас оказалось, что это не надо, что вот умственная работа, она наоборот требует расслабленности тела, чтобы оно там вот не мешалось. Ну да, в макавто подъезжаешь на автомобиль, не шевелишься, протягиваешь деньги. И в работе так же. Гребокое кресло, развалился, вот работают одни мозги. И здесь вот опять вот, что человека погубило, движение, двигательная активность, вот состояние какого-то мышечного тонуса оказалось не менее важно в плане поддержания здоровья, чем, ну, какая-то сбалансированная пища. То есть человек в условиях малоподвижности тут же переключает обмен на глюкозу, потому что глюкозу вот легче затолкать в эти сытые мышечные клетки. Глюкозы в организме мало, уровень ее начинает вот так мотеляться, и человек постоянно попадает в функциональную гипогликемию. А что значит? Вот рассеяно внимание, что-то никак не сконцентрируюсь, не соберусь, пойду-ка поем. А некоторые прямо не идут никуда, да? Вот здесь у него конфетки, кидает конфетки, работает на компьютере, там, бухгалтер считает чужие деньги. То есть модель идеальная. Вот все сошлось. Ну, то есть, по сути, поэтому мы и наблюдаем в штатах опирания ожирения, и нас она ждет то же самое, да? Да, да. С лагом 10 лет. Где-то мы на 10-12 лет отстаем. Вот сейчас американцы уже занялись другими проблемами. Там, если врач любой специальности не сделал пациенту, пришедшему по любому поводу, рекомендации, как ему похудеть, если у него избыточный вес, то у врача могут быть проблемы со страховой компанией, да. И как бы помощь оказана не в полном объеме. Ну, могу только порадоваться за то, что у диетологов будет расти рынок, на самом деле, да? Да, я не думаю, что не диетологи. Нет. Дело в том, что наша медицина вообще не готова рассматривать здоровых людей ради интереса. Спросите любого врача, он знает, что такое здоровый человек? Вам ни один врач не даст определение. Меня спросите. Он просто не может сказать. Он придет и скажет, но я могу сказать, чем он может болеть. Михаилович, а что такое здоровый человек? Я вас спрошу, раз вы его настаиваете. Здоровый человек, сейчас я попробую сконцентрироваться. Во-первых, вот просто так скажем, вот линия здоровья, она количественная. То есть всегда нужна какая-то количественная составляющая. Количество здоровья. С точки зрения вот этого количества, мы можем рассматривать, насколько человек адекватен своему образу жизни. Скажем так, привычному образу жизни. То есть если его уровень здоровья позволяет ему комфортно себя чувствовать в его привычном образе жизни, значит, он здоровый. А вот дальше начинаются вопросы. Ну, например, привычный образ жизни – так вот полежать, посидеть. А если он, допустим, начнет на плоту, откуда-нибудь с речки споловляться, или полезет в гору, его здоровья уже не хватает. А ему бы надо. И вот здесь надо, конечно, говорить о резерве здоровья. То есть всегда у человека должен быть запас. То есть пусть он занимается, ну, по жизни, не такой уж подвижный, ну, современный образ жизни, но запас должен быть. И вот этот запас, он нуждается в тренировках, он нуждается в каком-то таком вот фитнесе. Фитнес, опять же, в широком смысле слова, как и набор оптимальной подвижности, и питания, и какой-то психоэмоциональный компонент. Вот. Ну, понятно, да. Резерв здоровья. Поскучи. Да. Нет, поскучи. Нет, почему, супертипы вместе знают. Вот если ты столько-то раз пришёл, и у тебя через такое-то время не восстановилось дыхание, то ты нездоровый человек. И это очень сильный лёд. Поэтому, как говорят, Черчилль говорил, лучше, собственно, если можно лежать, то зачем сидеть, да? Если можно сидеть, то зачем стоять? Черчилль, конечно, не короче, человек. Нет, вообще оптимально, конечно, ползать, наверное, не ходить. Но очень большой расход энергии. Огромный. Чудесный, на самом деле, совет. Человек адаптирован к ходьбе. Вот не к бегу, а к ходьбе. Ходьба. Хороший совет от генетики, которую мы сегодня получили, в принципе, которая связана с тем, что не надо бояться генетически модифицированных ингредиентов, надо как-то сохранять свой резерв здоровья. На самом деле, спасибо большое, потому что мы немножко с одним мифом поборолись. Это, мне кажется, важно, потому что ужасы, которые рассказывают об этих продуктах, апокалиптические совсем, да? Такое ощущение. Вплоть до того, что люди теряют плодовицы. Это так весело. Особенно, когда это бабушки и детушки рассуждают. Ну, бабушки, ну, вы же... И больше всего вам их плодовицы. Ну, вы, как генетики, работающие с короткоживущими объектами, поэтому, собственно говоря, о чём ещё надо рассуждать. Бабушки и дедушки. Конечно, только о плодовитости, о чём осталось думать оставшиеся пару лет. Поменьше думайте о плодовитости, побольше резервы здоровья. Спасибо большое, уважаемые зрители, что пришли. Спасибо большое, уважаемые гости. И всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова